продолжается как гладкая форма, но к этому мы еще вернемся. Вот, значит, да, то есть еще раз, это очень важная идея, самый крутой поворот, что с тем же самым графом, для того, чтобы определить вот этот коэффициент w-гамма, я связываю некий интеграл, причем этот интеграл, вот, w-гамма это интеграл по некоторому пространству, которую я пока не знаю, значит, произведение по ребрам r-гамма, и тут я должен написать в каком-то порядке df-e, там некоторые одинформы. Вот, ну, отсюда следует, что так как у меня ребер вот 2n плюс m минус 2, это я уже знаю, то размерность вот этого пространства должна быть равна тоже 2n плюс m минус 2. Но почему надо так делать, я не могу объяснить. Это скорее в этом и есть главный инсайт Концевича, который заключается в том, что эта задача, она физического, такого квантового, топологической квантовой теории, как бы, происхождения. То есть вот увидеть, что эта задача ровно такая, непонятно как. То есть в этом, я думаю, довольно трансцендентный ход мысли. Но если уже вот мы так понимаем, то вот как бы некоторый общий prescription там теории поля, вот говорит, что надо делать так как бы. Ну, вот. Иначе есть некое пространство, которое я напишу cnm. Вот. Значит, что такое этот cnm? Вот. Что такое этот cnm? Значит, сначала определяется confnm. Это пространство, в котором у вас есть z1, zn, которые принадлежат, ну вот, этой самой верхней полуплоскости в степени n. вот. И там x1, xm вещественные. То есть у нас есть точки там двумерные и точки одномерные. При этом zi, t, да, при этом эти двумерные точки, у них эта мнимая часть строго положительна. То есть когда точка как бы подходит близко к прямой вещественной, да, то есть ситуация вот такая, что вот это вещественная прямая, а точки живут здесь, и когда они вот подходят, это уже тоже считается как бы своего рода особенной такой ситуацией, сингулярной. И когда точки слипаются, то есть как бы три сорта сингулярных ситуаций. Первое, это когда две точки или больше слипаются тут. Вторая сингулярная ситуация, это когда точка идет как бы вот на границу. И третья сингулярная ситуация, когда две или больше точек, которые изначально были в R, они тоже слипаются. Вот эти все вещи нам запрещены. И потом мы будем вклеивать граничные страты, которые нам будут это разрешать как бы. Но умным образом будем вклеивать. Вот, значит Z это не равно ZG это и X это не равно XG это. Все, вот это вот определено в конфигурационное пространство. А теперь CNM, оно равно конф NM по действию некой двумерной группы, где вот, где двумерная группа определена так. Она переводит Z в AZ плюс B, где A это вещественное положительное число, а B это вещественное число. Окей? Так, значит, смотрите, значит, вот эта группа, она сохраняет верхнюю полуплоскость и сохраняет, значит, вещественную прямую, потому что тут A и B вещественные и A положительные. Поэтому мое действие, любой элемент моей группы, я им действую на каждую из этих точек одним и тем же элементом. То есть я вот Z1, то есть если у меня G принадлежит G2, то я, значит, Z1 и так далее, ZN, X1, значит, XM перевожу, соответственно, вот в GZ1, вот при фиксированном G, одном и том же, ZN, GX1, у меня получается другая точка. Вот, я теперь беру фактор, значит, если 2N плюс M больше либо равно 2, это действие трензитивно, вот, да. вопрос еще раз. Вот, то есть если у меня, значит, 2N плюс M больше либо равно 2, то действие это трензитивно и фактор там корректно определен. Ну да, и стабилизатор просто трензитивно. То есть, значит, N больше либо равно 1 или M больше либо равно 2, если, ну да. То есть вот это вот как бы те минимальные значения, при которых группа действует просто трензитивно и которые мы как бы рассматриваем. То есть и, ну да, и если мы посмотрим, как выглядит конфигурационное пространство в случае 1, 0 или 0, 2, да, вот мы это обозначаем, вот N точек здесь, это N, а это M. То есть вот 1, 0 или 0, 2 и то и другое, это точка. C 1, 0 равно C 0, 2 и это точка. Это двумерное пространство, фактор по двумерной группе и очевидно, что оно все стягивает в точку. То есть любая точка может быть приведена в любую другую, да? Понятно? Вот. Ну все, теперь я хочу сегодня закончить тем, как мне строить вот эти формы, которые я интегрирую. Ну я вам в прошлый раз писал некую форму, конечно же, а именно что я говорил, что вот у меня есть точка P и Q, две точки P и Q, я через эти вот в верхней полуплоскости, я через эти две точки провожу окружность, которая перпендикулярна вот вещественной прямой, то есть это как бы геодезическое в плоскости Лобачевского, хотя нам это не надо. Вот. И да, а? Есть метрика, да, да, есть метрика, и вот эта метрика, ну в нашем подходе эта метрика, она определяет вот эту форму D-φи, которую я сопоставляю двум точкам, как бы, каждым. То есть пока… Ну можно так считать, и на самом деле с точки зрения вот этого пропагатора, так называемой вот этой формы, это так и есть, но сейчас я хотел бы вот просто напомнить эту форму, которую я уже говорил, а после этого я хочу вывести, я хочу вот это быстро будет довольно, хочу показать, что на самом деле мне не обязательно брать эту форму, я скажу, какую общую форму, какая она мне подходит, да. Вот, значит, то, что я хочу, это, значит, у меня же это ребро ориентировано, но я как минимум хочу, чтобы вот когда у меня, когда ребро начинается в первой точке, вот это у меня запрещено, как вы помните. То есть ребра может начинаться только в точке первого типа. Вот, поэтому форма в таких ситуациях должна быть равна нулю. То есть вот для такого ребра E соответствующая форма, если оно начинается тут, соответствующая форма должна быть равна нулю. И если две точки как бы сближаются, вот вдали от прямой, очень близко подходят, то это на самом деле выглядит как окружность, вот это их сближение. И вот когда они сближаются, я как бы хочу, чтобы вот это конверационное пространство, это как точка окружности. Я хочу, чтобы вот на этой окружности форма была D от угла. Просто, ну вот. вот, то есть у меня есть как бы два, ну да, сейчас мы это, сейчас мы это напишем. То есть на самом деле смотрите, вот эта форма, значит, та форма, о которой я говорю, это вот этот вот угол фи, и я беру D фи. Ну, так это угол, он определён с точностью до двух пи, поэтому, значит, эта форма... Ну да, просто когда две точки очень близки друг от друга, вот они очень близки друг к другу, и я вот могу их всячески вот одну вокруг другой вращать, и тогда вот этот угол тоже вращается, то есть он существенным образом как бы неоднозначно определён, поэтому моя форма тоже неоднозначно определена. То есть форма однозначна, но функция вот угла с точностью до двух пи, как обычно. То есть это не есть однозначная функция, и когда я беру D от неё, вот от этого фи, то есть я беру фи от пи-кю, п-ку, это будет вот этот угол, вот который вот фи. А дальше я беру D фи, вот от пи-ку. И это, собственно, есть моя один форма, которая на самом деле не замкнута. Вот, ну это вот тот вариант, как это там вот в начале статьи написано, но сейчас, значит, происходит некоторое обсуждение, а что вообще мне от этой формы надо, то есть как я её хочу определить. Вот, я на этом закончу сегодня, вот, и дальше будем потом продолжать. Значит, я хочу, как я сказал, каждому ребру поставить соответствие, это, значит, вот форму. И поэтому… Вот, да. То есть у нас есть ориентированная пара точек PQ, которые либо элементы C2.0, либо C1.1, если одна из них на прямой. Ну, либо C2.0.2, конечно, тоже может быть. Либо вот. Вот. Ну вот. И, собственно, если у меня есть вот CMMNM, то каждое ребро задает мне отображение в C. Ну, да, то есть вот если у меня есть граф теперь нарисован, то есть у меня некоторые пары точек соединены ребрами, то если я беру какое угодно ребро, то у меня получается отображение, соответственно, либо в C2.0, либо в C1.1. Вот такого вот не бывает. Значит, в зависимости от того, какого типа у меня ребро. То есть вот если у меня ребро там вот такого типа, то это будет C2.0, а если такого типа, то это будет C1.1. Ну, это понятно, да? То есть каждое ребро задает мне отображение из конфигурационного пространства в стандартное, либо в такое, либо в такое. Ну, некоторое P. Ну и дальше я могу вот эту функцию FI определить, естественно, для вот этого пространства или этого согласованным образом. А дальше взять пуллбэк, то есть вот DFI я определяю как пуллбэк вот некоторого DFI стандарта, вот, которое определено на DFI стандартное, определено на C2.0. Но мы дальше увидим, что или C1.1. Да? Понятно, да? Теперь, значит, я хочу сказать, как я это FI стандартное определяю. Это вот есть такая замечательная картинка, которую вообще тут на самом деле я вот вчера чуть-чуть подготовился, я посмотрел, очень красиво, конечно, Максим это все пишет. Вот это страница 21, где он вот рисует такую картинку и пишет глаз. То есть вот он пишет вот такую картинку, вот рисует, это стратифицированное пространство, вот. И вот тут глаз, то есть пространство само это вот это. Вот, тут написано в DI. Вот, и, собственно, вот это вот пространство C2.0, ну, при некоторой компактификации это и есть вот этот глаз. Это страница 21. Вот можете потом почитать. Вот, и, значит, что имеется в виду? Ну, имеется в виду, что я, например, могу первую точку действия моей группы, действием G2, действием G2, я загоняю, загоняю P в точку 0I. Ну, собственно, есть единственное, ровно одно, ну, это после этого у меня уже вся группа использована. То есть после того, что я точку P сделал фиксированной точкой, я использовал элемент двумерной группы, и после этого у меня уже, значит, мое пространство приобретает такой вид. Значит, после этого мое пространство C2.0, это на самом деле пространство точки Z в верхней полуплоскости, такое, что Z не равен I. Да, тут, конечно, лучше написать I. Ну, 0.1 там или I. Да, могу загнать. Вот, Z не равен I. То есть на самом деле конфигурационное пространство устроено так. Вот у меня есть точка I, которая, да, есть точка Z, уже одна, которая бегает по этой верхней полуплоскости и не равна, значит, моему вот этому самому I. Да? Вот, значит, после этого я хочу это пространство каким-то образом описать. На самом деле я его буду строить, его компактификацию. Вот. И, ну, ладно, давайте, может, правда, на этом остановимся, потому что тут я буду уже комкать. Короче говоря, смысл в том, что я хочу показать, что его компактификация — это вот такой вот глаз, и дальше я хочу сказать, что я могу взять любое отображение FI из этого глаза в S1, которое на вот этой внутренней S1 там тождественно, или counterclockwise, нижнее основание или там верхнее, мы это увидим, там зависит от точки зрения, стягивает в точку, то есть одно основание оно стягивает в точку, и другую, вот компоненту границы, оно просто топологически растягивает на эту окружность со степенью 1. То есть, грубо говоря, у меня тождественное отображение тут, на этой арке оно у меня степени 1, и вот эту оно стягивает в точку. И всё, больше нет никаких условий. И на самом деле, если разобраться, то вот это вот DFI от угла, но вот просто когда у меня вот это дело, то есть то, что я использую, видите, это что если вот точка P очень близка к этой прямой, то у меня окружность, она перпендикулярна. Поэтому вот этот вот угол при любой точке Q второй, а вот этой близкой к прямой, у меня угол становится равным нулю. Поэтому соответствующая форма DFI равна нулю у нас. Ну, становится нулю в таком втором порядке как бы, то есть DFI равно нулю. Вот для такой ситуации, когда оно уходит как бы границе. Ну и вот здесь на самом деле вот эта фигня, это когда я раздуваю такую картинку, когда P уходит к границе, а это вот моя точка I. Вот в этой ситуации у меня, значит, на такой, у меня должно быть равно нулю. А вот эта вот штука, это когда наоборот P уходит в бесконечность. То есть вот тут точка I, а точка вот эта Z, да, не P, Z. А Z уходит в бесконечность. Тогда если она уходит в бесконечность, я могу сменить калибровку. Я могу сделать Z конечной, а I наоборот уйдет на границу тогда, то есть другим элементам группы подействовать. Ну и это будет на самом деле ситуация вот второй вот этой дуги, и на нем она не должна уже… То есть вот на том, когда вот точка Z, начальная точка, да, вот у меня… Ну вот одна из них, которая начальная, нужно это выбрать, какая начальная. Вот когда она уходит, начальная уходит на вот эту вот прямую, у меня форма должна быть равна нулю, а на внутренней окружности должна быть D от эвклидового угла, то есть вот здесь это эвклидовый угол. Ну вот, а и здесь тоже как-то топологически должен быть эвклидовый угол. Ну мы этим вот в следующий раз займемся, а то уже слишком долго получится. Ну вот, в общем, я на самом деле объяснил какую-то схему, и почему вот надо делать так, я не могу объяснить, но если вот делать так, то все получается, и мы вот это продемонстрируем. А потом будем уже про всякие там тамаркинские, там Е2, там про все такое менее физическое, более… Там как раз уже, в общем-то, можно даже понять, как. Уже без алхимии такой. Ну все.